Добрый день, господа подписчики нашего канала. Мы продолжаем серию развлекательных роликов, посвященных моей работе. Я параллельно записываю ролики про ЦОЯ. На днях выложу обзор пластинок «Это не любовь». Я когда-то записывал уже, по-моему, для другого канала. Но я хочу переделать более подробно и более качественно в связи с тем, что тогда мы вообще на какую-то совсем плохенькую технику снимали. А сейчас можно записать получше и, может, чуть-чуть более подробно. Вот, значит, это опять-таки все будет в рамках того, что у меня человек спрашивал по поводу пластинок, там, дисков ЦОЯ без ремастера «Мороз Рекерс». Вот, значит, дальше. Что еще? Будут ролики по плакатам. Я пришел к выводу, что проще отснять их с нуля, чем перемонтировать то, что было сделано. Я думаю, что просто мы снимем с нуля несколько больших роликов по полчаса. И это будет проще, чем монтировать какие-то кусочки, там, какие-то урывки. Короче, это все очень долго. То ли у меня навыка нет нормально, чтобы все быстро сделать. То ли, ну, не знаю. Короче говоря, будем делать немножко по-другому. Вот. Тут просили по поводу что-то рассказать веселого о работе. Ну, ребят, я вот тут сидел, честно, наверное, пару часов думал, тут другими делами занимался. Ну, вообще, как бы по работе, там, не так уж и много происходит веселого, потому что, в основном, это рутина. Вот если при хорошем раскладе, там, позвонил человек, там, что-то предложил, договорились, подъехали, встретились, расплатились, забрали. То есть, как бы, ну, ни веселого, ни грустного там особо не должно быть. Там просто вот рутинная работа. Веселое или грустное происходит, либо когда что-то сильно хорошее попадается, что редко, либо что-то плохое происходит. Какие-то разборки, там, какие-то китки, как я уже рассказывал в прошлых роликах, там. Либо просто какие-то попадаются колоритные личности, с которыми тоже не всегда легко общаться. Вот. Но все-таки я пару, пару моментов вспомнил. За 12 лет все-таки были случаи. Значит, первый случай, их будет несколько коротких, но постараюсь так, коротко и ясно, о чем речь шла. Вот. Значит, дело было либо конец августа, либо начало сентября 2009 года. Помню, что было еще очень тепло. Вот. Так что, скорее всего, это может даже конец августа. Значит, мы приехали тогда с Питера. Значит, наверное, в августе мы были в Питере. И тогда июля, начало августа в Питере были. Поехали, значит, с отцом с Питера. И решили сходить на наш местный радиорынок Аракс. Вот. Значит, ну, без особой какой-то цели. Я только тогда начинал работать. Я тогда занимался кассетами. Мы тогда заказали первые кассеты в США. Я заработал, как сейчас, помню, по-моему, 38 долларов с блока я тогда поднял. Вот эти Максели самые обычные. Там были XL2. Как же они были? XL2, XL2S. Ну, то есть хороший хром, но, в принципе, ничего выдающегося для коллекционеров. У меня их кто-то взял тогда под запись. Там что-то потихоньку какая-то движуха началась. Я заработал целых 38 долларов. Потом параллельно я тогда перепродал, как я уже рассказывал, два шарпа, 939 за хорошие бабки. Я тогда заработал что-то, чтобы не соврать. Но долларов 600 чистыми это точно я поднял. Вот. Для студента 20, сколько мне это? 21 год только исполнился в июне. Это были очень хорошие деньги. Что по тем временам, что по нынешним. Вот. Доллар тогда был, он подскочил уже, был где-то 8,5, потом он упал до 8. Но потом было что-то 7,99, но считали по 8. Вот. Ну, короче, даже если считать по максимуму, доллар был тогда, ну, 8,5 это потолок был. Это в Крыму он был. Там как-то интересный какой-то был такой момент в жизни нашей страны и всех нас, что почему-то в Крыму были, доллар был выше курс. И я потом, может, в другой раз расскажу. Была там неприятная одна ситуация, а потом нас киданули, хороший нам урок преподали, что не надо людям верить на слово, нам там с курсом доллара прокинули хорошо. Ну, это другая история, мне надо будет ее вспомнить до конца, сформулировать. Может, даже на листочке где-то напишу, потому что там так сходу я не смогу объяснить на камеру, кто кому кем приходился и в чем прикол был кидкар. Вот. Значит, возвращаемся к радиорынку. Ну, пошли мы с отцом так как бы посмотреть, там, прицениться, может, что-то себе купить. Я тогда загорелся идеей купить себе CD-проигрыватель на филипсовской начинке, то есть на вот эти вот керамические ЦАПы 15-40 в керамике, потом там вот эти вечные, как их тогда называли, CD-приводы, там, CD-м нулевой, CD-м первый со стеклянной линзой, металлические там. Ну, короче говоря, кто помнит те годы, тогда бегали эти были все Филипсы, Марансы, Грюндики, это все примерно одно и то же было. Потом были Бенхеноловсон, были сенсорные, я их с Англии потом возил, но это уже был 10-й год, я помню, в больнице лежал в мае 2010-го года, и прям тогда еще у меня, там Wi-Fi не было даже, у меня в телефоне, я просто по 3G или 3G или что-то такое было, я по нему писал там, это покупаем, это не покупаем, еще Аська у меня была тогда на телефоне, телефон, у меня телефон Асимби, они еще были древние, вот. Короче говоря, зашли мы в один такой, как фургончик, там, контейнер, можете называть как угодно. Зашли там молодые ребята, ну, мне тогда было 21 год, им, ну, 25 пусть будет, там, плюс-минус, вот. Нормальные ребята, культурные, в меру хитрые, ну, а как на этой работе по-другому. И мы говорим, ребята, а что есть такое, вот, деньги у нас были на кармане, не очень много, но, ну, сколько у нас при себе могло быть в тех деньгах, ну, 200 долларов, может, 250, ну, мы был, то есть мы не просто так зашли, как говорится, там, что-то пустые разговоры вести, вот. Вот, мы говорим, ну, походу я как раз вот эти продал шарпы, бабки у меня были, скорее всего, вот так, я могу путаться просто в датах, может быть, это были первые числа сентября, ну, без разницы, вот. Я говорю, вот у меня вот такая вот, Филлипс какой-то себе купить, хотя мне привезли тогда 303 Филлипс в Германии, но он оказался глючный, мы его, правда, потом отремонтировали и довольно успешно продали, но это было чуть позже, у него не работал, по-моему, один канал, и были какие-то мелкие глюки, ну, чисто Филлипсов, там, то ли треки переключались не идеально, там, и боковинки одной такой декоративной не было, ну, кто знает, там такие, как две заглушечки, вот, потом отец сделал на заводе какую-то из какого-то, то ли пластика, не пластика, ему сделали хорошую копию, мы потом это все подкрасили, там, под свет корпуса, и получилось почти, почти идеально, вот, ну, короче говоря, мы говорим, нету какого-то Филлипса, они там что-то нам начали предлагать, но не то, что мне было надо, меня интересовал первого поколения Сидюк, то есть, там, 300-ый, 303-ый, там, 100-ый, там, я не помню, 101-ое, это второе поколение, или первое еще, ну, короче говоря, на вот этом, CDM0, CDM1 и с керамическими этими, ну, ЦАП керамики 1540, у них не было, у них самое, самое там было, что раннее, это, там, может, 85-ый год, там уже не то, и, как-то так, разговор особо не получался, в том плане, что они нам стали предлагать другие, как бы, вещи, но я сейчас понимаю, что, в принципе, они неплохие вещи предлагали, они стали говорить, зачем вам эти Филлипсы, они, ну, я вот сейчас понимаю, что эти Филлипсы, по тем временам, я ими торговал одно время, потом я прекратил ими заниматься, потому что было очень много недовольных отзывов, потому что люди думали, ну, это не моя была вина, но это была, как бы, реклама такая по всему бывшему Союзу шла, что эти Филлипсы, там, за 300 долларов, прямо принесут людям счастье глобальное, а счастья не получалось, это просто, в чем прикол был этих Филлипсов, что они реально были неубиваемые, им тогда было, допустим, этим аппаратом по 30 лет, почти, и можно было его пригнать из Германии, там, купленный, там, за 100-150 евро, немножко подмарафетить и продать, там, за, ну, пусть сотку баксов сверху я накидывал на них, вот, ну, так, примерно, 100-150 долларов можно было накинуть сверху, просто они были неубиваемые, там, металлические, не цапывают, транспорт металлический, там, цапы в керамике, повторюсь, линза стеклянная, ну, но чисто по качеству, там, звука, я так понимаю, что они не были самыми, там, офигенными, как я уже сейчас понимаю, хотя у меня у самого стоит ревокс, тоже на филипсовской начинке, мне его хватает, но это хватает лично мне, кому-то не хватает, нам стали предлагать, там, и какие-то Ямахи были, может, даже и хорошие, не буду врать, какие-то там, ну, все подряд, там, все солидные фирмы, там, Sony, какие-нибудь, там, ну, не знаю, там, Technics'ы какие-то, то есть, ну, вот, все нормальные фирмы, мы говорим, нет, 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 мы это не знаем, мы ничего сказать не можем, ну, и тут, как-то разговор заходит в тупик, и я вижу, этот, как его, ну, типа, как у них стенд такой стоит, то есть, это, как бы, фургончик, там, все забито техникой, сверху и до низу, и смотрю, где-то, вот, под низом уже, где мои ноги, написано, Эстония, какой-то, вот, аппарат был, Эстония, я не помню, что это было, возможно, это был усилитель, или предусилитель, но я так понимаю, что что-то с 0,10 стойки, вот, а я тогда уже нашел информацию, что был такой CD-проигрыватель, Эстония 001, значит, там совместное производство, значит, начинка Philips, там, ЦАП, Philipsовский, транспорт CD-м 2, пластиковый, но, но еще, уже с пластиковый, пластиковый транспорт, но еще со стеклянной линзой, вот, значит, 1541 ЦАП, Philipsовский, то есть, это все бельгийское, значит, потом часть деталей, чехословацкая Тесла, и чуть-чуть деталей с какого-то оборонного завода в Советском Союзе, значит, там блок питания, как с какого-то военного завода, вроде как, ну, и там вот эти все кнопки, там корпус, это все советское, ну, и сборка, соответственно, советская, их было выпущено очень мало, я не буду точно цифру называть, но не более двух с половиной тысяч экземпляров, не более, выпускался он официально с 89-го года, но я лично видел фотографии, по-моему, за декабрь 88-го даже были, вот, ну, я, к сожалению, эти фотографии тогда не сохранял еще, я знаю, что на сайте РТ-20, РТ-21 и так далее, там даже люди делали таблицы сводные, у кого какая Эстония, там, через мои руки их прошло, по-моему, три штуки, две хорошие, одна убитая в хлам, там, на детали я ее продал, одну я еще зеванул, там, у человека в гараже она валялась, я мог проявить рвение и урвать ее долларов за 25 в тех деньгах, но я проявил лень, так сказать, которую сейчас бы не проявлял бы, вот, и, ну, там человек не хотел даже особо разговаривать, он что-то отмахнулся, у меня этот хлам, он так и сказал, лежит в гараже, прожавелый, он сказал, там, ну, можно было, там, 200 гривен в тех деньгах, это было 20-25 долларов, это можно было, ну, плюс, там, мне еще за машину пришлось бы заплатить, там, съездить туда, там, в этот гараж и забрать эту ржавую Эстонию, потом бы я ее благополучно продал бы, там, долларов за 100 кому-то на подреставрацию глубокую, опять-таки, ржавчина, это не приговор, если она внешне поржавевшая, а может быть, даже она и рабочая была бы, ну, не важно, короче, как говорится, как у нас говорят, как там говорят, после драки кулаками не машут, это вот в России, так говорят, на Украине, да, вот, это самое мягкое, что я могу сказать по этому вопросу, короче говоря, по поводу этой Эстонии, значит, лежит эта Эстония, я в шутку спросил, в шутку, говорю, а Сидюка нету, говорят, есть, я такой вообще, как есть, он же там, у меня в голове сразу там, что их там всего две с половиной тысячи штук, что их там, он тогда, я видел в инете объявления, 200 баксов стоит, вот у меня хорошая память такая зрительная, бакс, 200 баксов, я начинаю пересчитывать, там, сколько, я говорю, а можно посмотреть, а сколько стоит, они говорят, 600 гривен, то есть, я пересчитываю, что 600, а 200 баксов по курсу 8 даже, это 1600, то есть, я 1000 гривен, то есть, это еще там, 100, там, 20, 130 долларов, я могу легко и непринужденно поднять, у меня аж уже глаза вот такие, как говорит моя мама, в глазах доллары, какой-то узкруджа мордака, значит, доллары в глазах, я говорю, покажите, они спокойно, не морля, глазом, достают какие-то завалы у них, какого-то хлама, оно все в пылюке какой-то, но, но, но на пломбе, это важно, кто не знает по советской технике, пломба, это очень важно, иногда даже вещь нерабочую на пломбе, проще продать, чем рабочую, но без пломбы, как бы, ну, какую рабочую, имею ввиду, не полностью рабочую, а глючную, к примеру, но без пломбы, потому что люди уже говорят, там в ней кто-то уже покопался, что-то паяли, а нам переделать, а если вещь на пломбе, то все, как бы, там намного проще, они мне говорят, вы покупаете, ну, мы говорим, да, у нас бабки, мол, на руках, они, да, 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 давайте проверять, значит, как проверяли, опять-таки, я тогда еще, ну, был, ну, парень молодой, 21 год, я и сейчас, кажется, не сильно старый еще, ну, тогда вообще, как бы, я эти дела не знал, никак проверяют, они берут, включают, берут диск, обычную сидерку, болванку там, причем даже там, не какой-то там, ТДК, там, Вербатиум, не знаю, Максов, обычная какая-то, или Эсперанса, или вообще науны, и она специально дико поцарапана, дико просто поцарапана, они говорят, смотри, вставляет, включает, он играет, нормально, не заикается, ничего, нормально вот, все работает, он говорит, ну, что, смотри, ну, начинает стандартную проверку, там, по трекам переход, там, стоп, пауза, я не помню, пауза есть или нет, ну, стоп, плей, там, влево, вправо, там, показывает, что лоточек выезжает нормально, вот, ну, там, нехитрые какие-то функции, единственное, что в чем был глюк этого сидюка, было, два глюка, первый, вот я не помню, был ли он ярко выражен на этом экземпляре или нет, что он не всегда корректно переходил по трекам, но мне потом сказали, что это частый глюк на Эстониях, что он может, к примеру, с первого трека, перескочить на третий, к примеру, минуя второй, или там с третьего на пятый, вот, и второй был момент, что он немножко хрустел на первых секундах любого трека, ну, опять-таки, в силу того, что он был на пломбе, мы не стали в него лезть, хотя потом меня познакомили люди, там, с довольно-таки мастером неплохим, который умел этими Филлипсами заниматься, правда, я не знаю, занимался ли он Эстонией когда-либо, но так или иначе, Филлипсы он делал довольно-таки прилично, мы потом ему относили и Маранс, и Меридиан он мне делал, но это другая история, Бенхенуаловсыны у меня были, несколько штук сенсорные, правда, эти сенсоры мне потом надоели, буквально через час, так сказать, баловство с ними, но это отдельная история, и я, короче, я не могу поверить, так сказать, в свое счастье, Эстония рабочая, то есть, как бы, мне она и подошла, я какое-то время ее слушал, пока мне 303-й Филлипс до ума не довели, вот, но она была по косметике на 5 с минусом, минус был только за то, что кнопка сеть, там немножко, начал слезать хром с одной из грани, но, все остальное у нее было хорошо, а ребята тоже не верят своему счастью, для них там заработать 80 долларов за день, это как бы, я не буду врать, там, на людей как-то наговаривать, я не знаю, сколько у них норма была в день, там, 100 долларов, 200 долларов заработать, но я так понимаю, по ихнему выражению лица, что они с этой Эстонией уже намучились, и они хотели ее продать как можно быстрее, они говорят, ребят, давайте так, 600 гривен, значит, цена вопроса, мы говорим о гарантии, они говорят, если вы даете полтинник сверху, то есть это в тех деньгах, там, чуть больше 6 долларов, значит, 6 долларов сверху, мы ставим еще какую-то свою сверху пломбу, ну, вот я врать не буду, куда она ставилась, может, допустим, с одной стороны, допустим, была пломба советская, а они куда-то притулили, там, с другой стороны, может, не буду брать, я не помню, вот, и мы даем там неделю или две гарантии на нее, вот, если вот, при условии, что пломбы сохранятся, вот, но мы так подумали, что действительно, там, вот эти, там, 6 долларов нам роли не играют, а спокойно ее дома проверить, там, или неделя или две гарантии дается, вот, и мы, хорошо, 650, значит, это получается, значит, там, ну, получилось, короче, 80 долларов, вот, и, значит, мы продолжаем общение, мы у них потом купили еще, по глупости, шарп, 6060, GF6060, это маленький однокассетник, серебристого цвета, снизу в нем дырка была, мы еще тогда не поняли, что можно было тогда, за него, там, цену сбивать в 2-3 раза, вот, потому что дырка, это уже не ликвид полнейший, они тогда за него ломанули, что-то, 600 гривен, мы тогда купили, то есть, вот эта Эстония, уникальнейшая, и битый шарп, ну, с шарпом там тоже все нормально, потом было, отец там его замазал, закрасил, там, подреставрировал, и мы его продали там, я не буду говорить за сколько, но может за штуку гривен, то есть, долларов 50, мы на шарпе тоже заработали, но, вот, и они, они не верят своему счастью, они говорят, ребят, вы нам расскажите, нахрена вам эта Эстония, вот, говорит, мы не можем понять, вот, они видят, что у нас там, на кармане есть деньги, да, они говорят, что, что, вот мы вам предлагаем вам, Ямаха там, ну, бренды мировые там, Ямаха там, Сони там, там, не знаю, там, какие еще были там, Сидюки там, Пионер там, вот, мы вам предлагаем, что, вообще, что вам эта Эстония, мы говорим, ребят, давайте так, сделка завершена, они говорят, завершена, вот я вам могу, все, не будет сейчас никаких сцен, так сказать, не, говорит, все, мы говорим, ребят, давайте так, правда на правду, правда наша такая, что это уникальный советский аппарат, который был выпущен, не более двух с половиной тысяч экземпляров, он, вот, коллекционерам там, ну, мы так намекнули, что мы его продадим намного дороже, вот, мы говорим, а теперь давайте откровенность на откровенность, а в чем ваша, так сказать, проблема, что вот вы, почему он у вас валялся там, где-то в самом дальнем углу вашего контейнера, они нам толкают абсолютно удивительную историю, что, ну, как им там попалась эта Эстония, они, конечно, умолчали, как бы не столь это важно, это их не бизнес дела, в чем прикол, почему эта Эстония валялась, они ее пытались, по всей видимости, продать, но что-то у них не получилось, а может быть, они просто не докопались до истины, что она, стоит намного дороже, почему я говорю слово истина, потому что мы потом, я перепродал эту Эстонию за 250 долларов, вот я только не помню, или в Киев, или в Полтаву, но я помню, что меня еще на шашлыки потом приглашали, вот, может даже в Полтаву, но я тогда еще был молодой парень, как бы мне, ну, как бы далеко было это все ехать, допустим, в Киев, ну, сейчас бы, может быть, мы рванули бы, если та же Полтава, у меня там, у водителя, который меня возит, у него там родственники, он мог бы меня отвезти, там, на шашлыки, там, ну, не важно уже, суть в том, что люди были очень довольны, и, так сказать, потом как-то связь с ними оборвалась, но, тем не менее, я думаю, они, если они нас видят, как говорится, я думаю, они довольны остались, так вот, а нам говорят про эту Эстонию, говорит, ребят, вы понимаете, что она у нас валялась в самом дальнем углу, мы ее хотели разобрать на детали, я вообще в шоке, у меня челюсть отвисает, я говорю, ребята, как, что на детали, что на детали, это же, ну, варварство, как бы, такой редкий аппарат, они говорят, ну, послушай, у нас тут работа, у нас тут свои, как бы, приколы, понимаешь, у нас сейчас должна приехать в Германию, новая партия оборудования, ну, аппаратуры, и там, говорит, нам уже, ну, по всей видимости, у них были какие-то родственники, может, в Германии, не могу сказать, вот, или, может быть, они на аукционе купили, и знали описание, что поедет, говорит, дорогущий Маранс, а Маранс, кто, я уточню такой момент, что ранние Марансы, производились в Бельгии, это было совместное производство с Филлипсом, не те Марансы, которые были более поздние, у меня был более поздний усилок, он был японского уже производства, а более ранние Марансы, они были бельгийские, вот, вот, Филлипсы даже соответствовали Марансам, наоборот, то есть, там, Марансы Филлипсом, это все Грюндиком, то есть, была такая модель, допустим, 303 Филлипс, 300 и 303, они соответствовали, им соответствовали 73 маран допустим там были определенные улучшения там допустим на 7 на 73 марас можно было добавить приемник такой большой для пульта и был как пачка сигарет размером пульт я про это отдельном ролике расскажу вот там отдельная история по продаже была и папе было еще то вот там один пульт 300 долларов сто вот и был еще гриндик 7500 но гриндиков у меня не было как-то я они тогда как-то ну там начинка была та же но они почему-то хуже пользовались спросом и но я как-то особо за гриндиками не гонялся у меня были филипсы были маранцы потом позже появились меридианы были 1 а ну точнее 2 меридиана у меня было были бенхенолов сын и эстонии было несколько штук потом был даже на филипсовском цапе был фишер две штуки вертикалки но там уже начинка шла не вся филипсовская только только цапы но то про фишер эту отдельная грустная история то я сниму как-нибудь вот так вот они говорят вы понимаете у нас там дорогущий маранс должен быть на бельгийской начинке и мы решили эту эстонию разобрать ну скорее всего речь шла о транспорте переставить в этот дорогущий маранс и продать его там ну я не буду говорить за сколько но я образно скажу за 500 долларов к примеру там маранс мог стоить в киргингах там 400 долларов это точно там ну 500 пусть будет то есть как бы они как ребят нам не выгодно вот эту мы просто ведь вам продали как бы по-быстрому нам там 80 долларов кризис сейчас надо но в принципе в отдаленной перспективе дает мы собирались сделать ремонт маранса и продать его там за какие-то большие деньги но пусть будет там 400 500 долларов вот а вот эти остатки эстонии дает вообще или выкинули там или продали бы за бесценок то есть если бы пришли в там через месяц может быть там эту эстонию остатки за бесценок нам отдали бы там за 100 гривен примеру но мы я никогда не занимался хламом то есть если мне когда-то люди предлагают какие-то редкие вещи на детали я могу взять у меня тоже эстония была как я уже повторюсь на детали купленная там ревен за 150 200 ну просто мне было жалко что люди и сдадут на металлолом я ее там купил за 200 гривен продал за тысячу я правда уже не помню там какие там были курс доллара я он вот как начал скакать после после четырнадцатого года от этих всех событий вот но я не помню какие-то года были вот честно ну к чему я это все говорю и мы нормально значит еще шарп у них купили еще какую-то там какую-то мелочь попытались договориться но потом как-то у нас другие уже пошли темы и мы с этими ребятами больше не пересекали хотя сейчас понимаю что у них могло быть много бы интересного быть германия не возили из польши и можно даже из германии вот они возили много товара но там нужно было как бы с ними подружиться и постоянно быть вот буквально когда только только завоз или даже может договариваться когда еще даже только-только приехала успевать вот выхватывать что-то такое интерес вот короче говоря я потом буквально через... Ну, я месяц, может, попользовался этой Эстонией, а может, даже меньше. Значит, мне потом сделали, по-моему, мой Philips 303, или, может быть, Philips сделали позже. Но я, мне там как-то знакомый, у меня друг приходил, посмотрел, и там еще какие-то были знакомые дома. Так это продавай-то ее. А в России тогда они еще дороже стоили. Но у меня тогда еще я не знал, как в Россию отправлять там. Ой, ну, отправлять, допустим, почту я стремался, самый обычный, государственный. Каких-то, как говорится, знакомств там, чтобы через границу провести, отправить там каким-то ПЭКом, СДЭКом там, деловые линии, или кто там у них тогда был. У них там постоянно менялись эти были... Как же они назывались-то, да. Какая-то была контора, которая обанкротилась потом, я уже не помню. Ну, много их было, короче, этих названий, это не столь важно. Вот. Короче говоря, я-то до этого не знал. Я потихоньку все постигал своим умом, методом проб и ошибок. Никто мне помочь в этом не мог. Мне там родители дали небольшой стартовый капитал, там буквально сначала долларов 200, потом еще долларов 300. что-то в районе штуки баксов по тем временам мне дали. Я потихоньку-потихоньку стал раскручиваться. Вот. У меня этих шальных денег было довольно много, но как я уже говорил в предыдущих роликах, они потом эти деньги как приходили легко, так и уходили. Ну, я об этом не жалею, но возможно, сейчас бы я мне распоряжался бы более продуманно, ну, как говорится, жалеть о том, что было много лет назад уже нет смысла. Вот. Так вот, к чему я это все говорю? Мы быстренько потом выставили на продажу этот аппарат, продали его за 250 долларов. Это буквально было, наверное, через месяц. Я просто еще помню так вот, что было еще опять-таки тепло. Это был конец сентября, наверное, потому что я помню, что человек или настаивал, чтобы лично я отправлял, или какие-то такие моменты, что у меня обычно отправлял там водитель знакомый, он бывал тогда по работе, на вот этих, на новой почте, на Угробу там, он отправлял. Просто я ему давал денежку, и он мои ящики отправлял. А тут почему-то ехать пришлось лично мне, мы с отцом вдвоем поехали. Вот. И, значит, я просто помню, что было тепло, то есть это, по идее, было какое-то вот типа бабье лето, там, конец сентября, может, может, самое начало октября, то есть у меня этот сидюк пробыл, ну, не больше, чем полтора месяца, это потолок. Я его продал за 250 долларов, то есть я на нем заработал, там, чистыми, где-то, ну, долларов 150, потому что там что-то ушло на, там, упаковку, на рекламу, водителю мы заплатили, там, каких-то, может, долларов 10, за то, то, что он нас возил на машине, мы ездили на эту, на склад, откуда отправляли, там, по Украине, ну, короче, долларов 150 я заработал, и для меня, будучи студентом, это я уже пошел на четвертый курс универа, это был, то есть я на бакалавра заканчивал в тот, ну, четвертый курс последний, вот, для меня, конечно, это были деньги ощутимые, 150 долларов, так вот, легко и непринужденно, и кроме этого, уже зарабатывался определенная известность в кругах, вот, этих вот, винтаж, любителей винтажа, и, конечно, одно дело ты продал, допустим, там, какой-то несчастный блок кассет, который там, тогда с eBay люди таскали, аж бегом, с Америки, с Германии, там, вот, а другое дело ты продал, допустим, раритетный экземпляр, причем на пломбе, и полностью рабочий, там, ну, то есть, с микроглюками, но я человеку сразу обозначил, что он на пломбе, человек сказал, не, не, говорит, вы не трогайте, говорит, я сам все сделаю, вот, и это, то есть, это тоже повлияло на какую-то мою известность, то есть, узнали уже, что есть такой Серега, у которого иногда бывают интересные аппараты, в итоге все остались довольны, насколько я понимаю,